Казанск Голубика, белина, златотысячник Это лишь малая часть растений, которые теперь с трудом удается найти в лесах Татарстана По словам ученых, депопуляция таких растений связана с ухудшением экологии Способ клонирования может восстановить популяцию, а также даст возможность высадить в лесах новые виды трав и кустарников Возникла вот эта идея восстановления посадок вот этих исчезающих, редких и исчезающих видов растений Способ клонального микроразмножения представляет собой метод вегетативного размножения Которые позволят получить в лабораторных условиях большое количество генетически однородного и здорового растительного материала Растения и травы, выращенные таким способом, ничуть не отличаются от тех, которые выращены естественным путем Это не геномодифицированный продукт, как многие утверждают Это полностью идентичное растение тому материнскому растению, откуда взяли То есть никаких изменений не производится Метод клонирования растений в принципе не новый Изобрели его в 50-е годы во Франции, а в Советском Союзе активно использовали для выращивания картошки В маленькой баночке росток должен приезжиться в питательной смеси После чего идет рост растения на протяжении года И уже потом саженец планируют высадить в лесу Как рассказали эксперты, такие растения на начальном этапе могут быть очень капризными И любое отклонение от технологии способно их погубить Этот метод позволяет получать растения, не зараженные ни грибами, ни бактериями, ни, самое главное, вирусами Если, например, за год саженцы яблони можно получить где-то порядка 100 То есть с помощью клонального микроразмножения это 10 тысяч минимум А может быть даже при подобранных условиях и порядка 100 тысяч Стоит отметить, что благодаря подобному методу во время произрастания в растениях Начинает накапливаться большое количество витаминов, алкалоидов, финальных соединений Что благополучно сказывается на окружающей среде Лев Диденко, Илья Табасова, Универ Ньюс